Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о вот таком вот маленьком, замечательном устройстве от компании Xiaomi. Это фумигатор. Фумигатор это такое устройство, которое помогает нам бороться с комарами. Ну, наверняка все вы пользуетесь фумигаторами. Зачастую они представляют из себя вот такое вот устройство, которое подключается в розетку, питается от сети 220 вольт, куда подключается, вставляет либо пластина, либо вкручивается жидкость. И за счет испарения паров от пластины, либо от жидкости, комары и помирают. Так вот, компания Xiaomi выпустила вот такой вот маленький фумигатор. И его отличительная способность, отличительная особенность в том, что он питается не от 220, а от microUSB. Ну, от USB. В комплекте идет вот такой вот шнурок. Можно его подключить, в принципе, либо к зарядному устройству вашего, например, смартфона, ну, либо какой-то другой USB-порт. Ну, и вы скажете, а смысл какой использовать это устройство, если есть такой уже, да, ну, от розетки, работающей напрямую, без всяких кабелей и всему остальному. Но могу сказать, что обзор на это устройство изначально я делать и не собирался, потому что мелочевка, в принципе, что я про нее рассказывать. Но когда я вкусил все премьерности этого устройства, я, в принципе, решил с вами поделиться своим опытом и своим мнением. Дело было так. На дачу я поехал. На дачу у меня постоянные перебои с электричеством. Я об этом знал и заранее приготовился. Я взял с собой Powerbank, вот такой вот Powerbank SoShine на четырех аккумуляторах. В принципе, они бывают на одном, на двух, там, и тому подобное. И разные форм-факторы, разборные, неразборные, но не в этом дело. Я взял с собой Powerbank, который выдает у меня через USB 5 вольт, и подключил это устройство. Ну, пришлось мне остаться с ночевкой. Электричества, как обычно, не было. Вот такой вот дачный кооператив, в котором постоянные перебои. Так вот, ночь я провел абсолютно спокойно. Это устройство питалось у меня от Powerbank, травило комаров, немножко травило меня, поскольку не может быть безвредным для организма человека то, что вредно для тех же комаров. Не так, конечно, вредно, но все равно. Но не в этом дело. Этим устройством я травился всю ночь. То есть, 10 часов заявлено у нас работает сама пластина у Rayda, по крайней мере. И также примерно на 10 часов мне хватило вот этого вот Powerbank. Устройство работает следующим образом. Оно работает точно так же, как и те фумигаторы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни от розетки. Здесь у нас вставляется пластинка. Сюда вкрутить, например, жидкость мы не сможем. Только использовать можем пластинки. То есть, обычная пластинка Rayda сюда устанавливается металлической стороной вниз. Затаскивается, заталкивается. И можно закрыть, можно открыть, можно регулировать подачу. То есть, чтобы хватало на большее, на меньшее. Сильно воняло, не сильно воняло, ну и тому подобное. Именно автономность этого устройства это очень и очень большой плюс. То есть, его можно использовать где-то в том же автомобиле, например. Если вы где-то кого-то ждете, там постоянно в такси, например, работаете, да. Сидеть с закрытыми окнами не всегда приятно. Хочется и приоткрыть, но и комары будут грызть в палатке где-то, в походе куда-то. Как я попал на дачу без света. Очень классная вещь. Приобретение я ее крайне рекомендую. Если у вас комары донимают, ссылочка на это устройство будет, как обычно, под видео в описании. И давайте посмотрим, что у нее по техническим характеристикам. Ну, а в частности, что нас интересует, сколько она потребляет. Ну, потребляет, я могу сказать вам, ну, немало она потребляет, порядка полампера. То есть, при старте, когда она нагревает только пластину, ток может быть немножко побольше, чем полампера. Ну, вот давайте сейчас посмотрим. Здесь у нас получается, ну, вот, 0,7 ампера, да. Ну, постепенно это значение будет уменьшаться, и оно будет порядка где-то поламперы. Оно упадет, просто будет уже поддерживать необходимую температуру. Ну, вот устройство уже начинает нагреваться. То есть, в принципе, уже через 5 минут, грубо говоря, вы достигнете нужного результата, и комары уже практически, ну, в ближайшей зоне действия будут дохлыми. Вам придется их только убирать. Как я уже сказал, она работает точно по тому же принципу, что и фумигаторы, работающие от сети. В принципе, рассказывать больше про него, обозревать про это устройство нечего. Просто хотел поделиться с вами своими впечатлениями, своим опытом использования. В принципе, кто-то может сказать, что фумигаторы бывают не только электрические, бывают еще и пиротехнические. Ну, вот такие, как спиральки, всем вам известные, да, которые поджигаешь, и они, в принципе, пахнут. Можно их использовать автономно, но не всегда хочется, например, в том же закрытом помещении, ну, в проветриваемом помещении, внутри какого-то помещения, использовать именно вот эти дымовые, так скажем, шашки, потому что не все их переносят дышать этим дымом. Ну, не всегда хочется. Где-то около костра на открытой местности их еще можно использовать. А вот, например, в той же палатке, либо на даче, как я, не совсем хотелось бы. Вот. И именно для этих случаев очень хорошо подходит данное устройство. И вот это устройство одно из тех, которые пришли ко мне из Китая, и которыми я полностью доволен, и реально рад, что я их приобрел. Читал я еще и смотрел обзоры на разные ультразвуковые, которые вешаются там на ремень, на шею, там чуть ли не на голову одеваются. Но очень противоречивые мнения об их пользе, об их вреде и тому подобное. И поэтому я остановился, так скажем, на классическом методе именно испарения жидкости из пластинок, но вот в таком вот автономном форм-факторе, который можно использовать от Powerbank. Так что, друзья, устройство интересное. Устройство реально полезное. На себе проверил. Если кому интересно, напомню, ссылочка под видео в описании. Если будете покупать на Алиэкспрессе, то, чтобы не быть обманутым там, вот здесь вот будет видео, сможете посмотреть, как избежать этого, чтобы не быть обманутым. Посмотрите, будет интересно. Ну, на этом у меня, в принципе, все. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok